Зашел уже? Да. Че, надо двигаться, надо ли? Как двигать? Мать, я выпрямил! Мать, не выпрямил! Понял, за че задерживал? Руки. За что, Кирюха? Понимаешь, нет? Я бы деньги зашел, забрал и все. Руки за спину, давай, заводи потихоньку. В провинциальном граде Кировграде, возле дома на 40 лет октября, местные антинаркотические полицейские совместно с путевыми парнями из фонда «Город без наркотиков» хлопнули с поличной наркотой 41-летнего героинового драгдилера Алексея. Вышли на него благодаря отлову старой прожженной наркоманки Лены, которая попалась с мелкой уголовно ненаказуемой дозой. Теоретически Лена могла затупить и отскочить административкой, но, как ни странно, Лена выказала страстное желание посотрудничать с силовиками и спалила своего барыгу Алексея. С улицы не по сезону 40 лет октября. Раскаившаяся наркоманка поведала, что Алексей вообще-то мужик нормальный, работящий. При ближайшем рассмотрении, кстати, оказалось, что барыга трудился сварщиком в Кировградском филиале «Уралэлектромедии» на предприятии производства полиметаллов. Но тяга к динозавровскому наркотику, героину, заложенная в организм еще в лихие 90-е, дала о себе знать. Кроме того, Лена пояснила, что к наркотическому грехоблудию Алексея толкает его жена. Силовикам мотивация наркобарыги была высоко по уху, и они его решили взять с поличным. Заслали к нему контрольную закупщицу с двумя тысячами замечательных рублей и драгдилера с ними приделали. Откуда идешь-то? Нахрен, ты хочешь? Руки, показывай, Алексей. Руки, показывай. Руки, нажимаем. Пожалуйста, пожалуйста. Помимо проданных полграмма зелья, на кармане Алексея отыскался еще один грамм наркоты, который он добровольно выдал, хотя порошок в бумажке полицейские и так бы нашли. Как называется вещество? Кажа. А? Вещество как называется? Гермин. О, сзади, сзади, конечно. Каплет. Я смогу, каплет, или каплет. Сейчас так достану. Крышкообразное вещество. Где ты его приобрел-то? Что-то еще есть? Нет, ничего. Точно. Короче. Понимаешь, что же держит? Нет пока. Не понимаешь? С будто наркотиков имеешь отношение? Нет. Продавал сегодня кому-нибудь? Нет. Ничего не делал? Себе только брал. Себе только брал? Передавал кому-нибудь наркотики? Нет. Ну, говори правду. Ну, давал кому-нибудь. Только себе брал? Никого не угощал? Угощал. Кого угощал? Лену. Хорошо. Ну, есть как это называется? Угощение это по-другому. Не знаю. Сбит это называется, правильно? За денежное вознаграждение? Нет. Просто так? Угостил. Угостил-то чем? Как называется? Героин. Героин где взял? Шурале. Шурале. У кого? У цыган? Я сам не брал. Ну, расскажи как. Встретил. Проезжал, ну, ушел. Угу. Взял, возможно, я возьму. Ну, и взял, да? Самое смешное в этой, в общем-то, невеселой истории, то, что экспертиза показала. На кармане Алексея был вовсе не героин, как он полагал, а значительно более ядовитый и убойный карфентанил, который, ежели жрать в таких же количествах, что и героин, то можно кони двинуть. То есть, по факту, силовики в рамках этой наркооперации спасли жизнь Алексею, ну, или его потенциальному покупателю. То есть, получается, что цыгане, у которых он брал наркоту, напарили его, всунули смертоносный препарат. Как только барыга это понял, так сразу же цыган ввалил. То есть, пошел на сотрудничество и немного всплакнул глубоко внутренними слезами о своей завершившейся пролетарской жизни, которой он только-только зажил, но супружница сбила его с панталыку на скользкую дорожку криминала. Где работаешь, Алексей? Катай. Цех какой? Тицером. А кем работаешь? Сварщиком. Давно? Пять лет. Пять лет. Наркотики ты давно употребляешь сам? Отсюда. Сколько? Год, два, десять? Не знаю. Только героин, да? Да. Понятно. Сотрудничать будешь со следственным? Конечно. В разоблачении? У того, кого взял? Конечно. Добавить-то нечего тебе? Может, правду расскажешь? Я отвечаю правду, сказал. Что не ты сам лично брал? Нет, не я бы. Все хорошо. По концовке раскаившегося барыгу все-таки упаковали в изолятор по обвинению в наркосбытии и наркохранении в значительном размере. Ну то есть сидеть-то Алексей будет, но то, что он сдал цыган и покаялся, ему наверняка зачтется. Ибо цыганских наркопоставщиков в Невьянске немного, погодя, приделали. Но это совсем другая история. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому